Урок двадцать три Лесон двадцать три Митинг Н Встреча с Н Ну, вот мы пришли, заходите О, Н здесь Привет, Карин, я так рада снова тебя видеть Как приятно быть здесь Твоя комната наверху, следуй за мной Питер может принести твой чемодан позже That's the bathroom There's the toilet Это ванная комната, там туалет And this is your bedroom А вот это твоя спальня О, это прекрасная комната I'm glad you like it Я рада, что тебе она нравится Now let's see Towels Coat henners In the wardrobe А теперь посмотрим Полотенца Вешалки для одежды в шкафу I think there's an extra blanket in the drawer Yes, there it is Я думаю, что в этом ящике есть лишнее одеяло Да, вот оно You can turn the heating up or down like this Окей? Ты можешь увеличить или уменьшить отрепление Вот так, хорошо? Clockwise for up and anticlockwise for down По часовой стрелке сделать больше И против часовой меньше Have you got everything you need? У тебя есть все, что нужно? Yes, thanks I think so Да, спасибо Я так думаю Well, don't hesitate to ask If you want anything else Ну, не стесняйся Спрашивайте, если тебе нужно что-нибудь еще Is Joan expecting you to phone? Джана ждет, что ты позвонишь? Yes, I would like to give her a quick ring If that's okay Да, я хотел бы ей быстро позвонить Если можно Of course, the telephone is downstairs in the hall Конечно, телефон находится внизу, в холле You can dial direct It's 01 033 1 for Paris Ты можешь набрать прямой номер Это 01 033 1 для Парижа Новые слова Follow Bring Later Toilet Beautiful Towels Code Henness Wardrobe Extra Blanket Drawer Hitting Hitting Clockwise Anticlockwise Expecting Would Quick Telephone Hall Dial Direct Slovarny zapas Phone directory Operator Answering machine Ring Произношение Слабые формы У всех грамматических слов нет слабых форм произношения В этом диалоге, например, слова Он, Ин, Соу и Иф являются словами, у которых нет слабых форм Их произношения всегда одинаковы, посмотрите, он, Ин, Соу и Иф Пословица Home is where the heart is Где твое сердце, там и дом Теория Сравнительная степень Later Later Позже Является сравнительной степенью от late Поздно Сравнительная степень формируется прибавлением к прилагательному или к наречию, которое не длиннее, чем один или два слова, в котором последний заканчивается на y Например, tall, tall, pretty, prettier Но так как late оканчивается на и, мы прибавляем только a Указательные местоимения That's the bathroom This is your bedroom Он использует that перед ванной и this перед спальной, так как спальня находится к говорящим ближе, а ванная дальше, поэтому по отношению к ней говорят that Сложные глаголы Turn up or down Глагол turn Поворачивать, за которым следует наречная частица up Имеет значение поднять, увеличить температуру или силу действия аппарата Если дальше следует down, то глагол приобретает противоположное значение опустить или уменьшить So, I think so So имеет несколько разных использований Смотрите, урок третий и урок двадцать второй После глаголов, выражающих мнения, таких как think, hope или suppose, so приобретает значение предшествующей фразы В нашем примере Have you got everything you need? В ответе I think so But so подразумевается I have got everything I need В русском языке мы его переводим как так Или вообще не переводим Неопределенное местоимение If you want anything else В условном предложении мы используем anything Когда мы не знаем, будет ли ответ да или нет Else Anything else Else, которое мы уже рассматривали в уроке 7 Также используется something, anything или someone В значении другой или еще на один больше Else располагается всегда после неопределенного местоимения He is talking to someone else Он разговаривает с кем-то другим Конструкция глагол плюс дополнение плюс to плюс глагол Expecting you to phone Некоторое количество глаголов, таких как expect Используется по схеме глагол, дополнение, частицы to, глагол Each one expecting you to phone Где you с одной стороны дополнение глаголу expect А с другой стороны подлежащее глаголу phone Джоана ждет, как бы тебя, что ты позвонишь Тут you используется как дополнение и как продлежащее Джоан ждет, что ты позвонишь Вспомогательный глагол would Would like to give her a quick ring Would это вспомогательный глагол, который служит для того, чтобы передать русское условное, или его еще называют сослагательное наклонение За ним идет начальная форма, то есть инфинитив, основного глагола, которое может сочетаться со всеми лицами Would больше всего употребляется в сокращенной форме, апостров, d За выражением I would like, которое мы чаще видим в форме I'd like Я хотел бы или мне хотелось бы Всегда идет to плюс глагол I'd like to give her и так далее Практика Переведите Я могу занести ваш чемодан позже I can bring your suitcase later Если вы хотите что-нибудь другое, не стесняйтесь попросить If you want anything else, don't hesitate to ask У тебя есть все необходимое? Have you got everything you need? Ты можешь уменьшить отопление You can turn the heating down Пол хотел бы быстро позвонить своему отцу Дополните глагол при помощи слова, которое подходит The music is too quiet Turn the volume up Музыка слишком тихая Прибавьте громкость He looks like his brother Он похож на своего брата Jill and Robert have got a new flat They move in on Monday Джилл и Роберт получили новую квартиру Они переезжают в понедельник Wendy is coming to see you at the weekend Венди приедет к тебе на выходные How's London? Are you settling in alright? Как там Лондон? Вы хорошо устроились? Заполните пропуски при помощи to, где это нужно I'm expecting Paul to help me Я жду, что Пол мне поможет Let me do that for you Позволь мне сделать это для тебя They want to go now Они хотят уйти прямо сейчас Don't hesitate to come and see us Не стесняйтесь приходить к нам Can you carry that bag? Ты сможешь нести эту сумку? Переделайте следующие фразы В вопросительно негативные Carol thinks it's a nice room Doesn't Carol think it's a nice room? Разве Carol не считает, что это хорошая комната? She'd like to ring her mother Wouldn't she like to ring her mother? Не хотела бы она позвонить матери There's a towel on the bed Isn't there a towel on the bed? Разве на кровати нет полотенца? Peter can bring her suitcase later Can't Peter bring her suitcase later? Питер не может принести чемодан попозже You dial 010-33-1 for Paris Don't you dial 010-33-1 for Paris? Разве вы не набираете 010-33-1 для Парижа? Среди этих слов только три имеют ударение на втором слоге Какие? Другие имеют ударение на первом слоге Многие понимают, что в принципе каждый из нас Мог бы при изучении языка получить результаты и самостоятельно Но при этом каждому становится очевидно, что он затратит много времени Возможно нервов И сделает массу ненужных ошибок А со мной? Вы придете к результату намного быстрее, без ошибок и комфортно И к тому же вам будет еще и интересно Ведь вы любите кино Мне совсем не важно на каком вы уровне Главное, что бы вы хотели Смело могу сказать, что моя методика универсальна И главное в ней сравнительный анализ Который доступен всем Продолжительность урока 1 час 30 минут Стоимость урока 20 евро Заявки принимаю по скайпу Alex Teacher 55 See you soon!